Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что очень рада встрече с супругом руководителя типмиссии, аккредитованных в нашей стране. Продолжение следует... Продолжение следует... На встрече супруга посла Пакистана в Азербайджане, руководитель организации супруги руководителей дипломатических миссий Асима Гайсер, выступая от имени супруг главдепмиссии в Баку, особо отметила гостеприимство нашей страны, подчеркнула, что они чувствуют себя в Азербайджане, как у себя дома. Асима Гайсер сказала, что основная цель организации – сделать так, чтобы члены структуры, налаживая дружеские отношения друг с другом, участвовали в социальных и культурных мероприятиях, ближе знакомили с Азербайджаном. Супруга посла Пакистана рассказала о работе, осуществляемой под руководством президента фонда Гейдара Алиева Михрибан Алиевой, о реализуемых проектах высоко оценила ее деятельность. Поблагодарив первую леди Азербайджана за встречу, руководитель организации предложил традиционно проводить такие встречи, поздравил азербайджанский народ с наступающим Новрусбайрамы. Поприветствовав первую леди Азербайджана, президента фонда Гейдара Алиева Михрибан Алиеву и членов организации супруги руководителя дипломатических миссий, Асима Гайсер выразила глубокую благодарность Михрибан Алиевой за оказанную честь. Она отметила, что все коллеги и друзья, принимающие участие в этом мероприятии, очень рады видеть первую леди Азербайджана. Вы действительно очень добры, о чем говорит и ваше имя. Спасибо, что уделили нам свое драгоценное время. Вы играете большую роль не только в качестве первой леди Азербайджана, но и как президент фонда Гейдара Алиева. Ваша личность является международным воплощением любви, заботы и внимания к человечеству. Ваши усилия по поощрению взаимопонимания между различными культурами, цивилизациями, религиями и народами достойны похвалы. Я знаю, что у вас есть особая симпатия к Пакистану. Однако я уверена, что все участвующие здесь страны очень вас любят. Ваша деятельность и преданность – источник вдохновения для нас, сказала Асима Гайсер. Первая леди Азербайджана Мехри Баналиева сказала, что руководители дипломатических миссий и их супруги вносят вклад в дальнейшее укрепление отношений между странами, отметила, что эта встреча является прекрасной возможностью для обсуждения будущих перспектив сотрудничества. Мехри Баналиева выразила удовлетворение встречи с супругами руководителей дипломатических миссий и благодарны за высокую оценку ее деятельности. «Надеюсь, что в нашей стране вы чувствуете гостеприимство, отзывчивость, милосердие азербайджанского народа», сказала первая леди Азербайджана, отметив, что наша столица сегодня является одним из красивейших городов мира, в котором есть все условия для прекрасной жизни. Акцентировав внимание на том, что в Баку, расположенном между Востоком и Западом, древность и современность составляют гармонию, президент фонда Гейдара Алиева сказала, что вместе с тем самое главное – это отношения между людьми. Она подчеркнула, что руководители, аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий и их супруги, вносят вклад в дальнейшее укрепление отношений между странами и народами. Говоря о деятельности руководимого ею фонда Гейдара Алиева, Мехри Баналиева проинформировала о гуманитарных проектах, реализуемых фондом как в самой стране, так и за рубежом. «Верю, что люди, особенно женщины, могут сделать многое в этой сфере», – сказала Мехри Баналиева, подчеркнув при этом, что самое универсальное средство общения между людьми – это гуманитарная сфера. Первая леди Азербайджана отметила возможность совместной работы в будущем с супругами руководителей дипломатических миссий над проектами, выразила надежду, что эта встреча – прекрасная возможность для обсуждения перспектив предстоящего сотрудничества. Выступившая затем супруга посла Нидерландов в нашей стране Урсула Чехнер рассказала о благотворительных проектах организации. Мехри Баналиева выразила уверенность, что можно осуществить много мероприятий в этой сфере и готовность поддержать проект организации супруги руководителей дипломатических миссий. Встреча продолжилась с беседой за чайным столом о проектах, которые возможно реализовать в будущем и предстоящих мероприятиях. В завершении встречи была сделана фотография на память. Супругам глав дипломатических миссий были вручены праздничные подарки по случаю Новрусбайрамы.